МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Мария Руда. И сегодня у нас в гостях Григорий Базаев, заместитель директора Рязанского драматического театра, соавтор взрослой новогодки. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое детский новогодний праздник, утренник? Мы все давно знаем, сами в детстве участвовали в них. А что такое взрослая новогодка? Взрослая новогодка – это такой же продукт, похожий на детскую, который идет в новогодние праздники для того, чтобы наши замечательные зрители, Рязанские из области, некоторые даже приезжают нам из Московской области, для того, чтобы они отдохнули, развлеклись. Есть такой одноактовый спектакль, веселый с музыкой на новогоднюю тему. То есть есть сказка для детей у нас и, будем говорить, сказка для взрослых. Но она сказка из жизни? Тогда правильнее сказать «быль» для взрослых, потому что очень много моментов в наших спектаклях для взрослых, которые касаются нашего города, каких-то проблем, много сатиры на происходящее. Поэтому, будем так говорить, что это сказка, очень жизненная сказка. Ну вот вы сказали, что к вам даже из Московской области приезжают, вот пять лет уже проводятся. Да, пять лет. Как вообще идея возникла? Идея возникла у Семена Гречко, у директора театра. Идея связана с тем, что в новогодние праздники людям надо чем-то заниматься. Люди хотят ходить в театр и ставить те спектакли, которые идут в репертуаре, ну, наверное, не очень интересно. Поэтому была, возникла идея, которую директор увидел в свое время в драматическом театре в Ростове-на-Дону, где после детской новогодки вечером они устраивали концерты, какие-то капустники. И он решил, что надо и в Рязанском театре сделать что-то такое. И так случилось, что он предложил мне и моему соавтору Вадиму Ермишину попробовать свои силы и написать, но не концертную программу, а такую мини-пьесу. И так вот и получилось. Первую пьесу приняли, дальше вторая, третья, четвертая, вот в этом году пятая. Прямо практически юбилейный год. Юбилейный, да, юбилейный. Скажите, вот, наверное, мы завесу тайны этого года приоткрывать не будем, пусть для зрителей это будет сюрприз, а вот темы, которые вы поднимали в прошлом году, вы говорите, что это вот на злобу дня, да, то, что касается жизни нашего города. Каждый год это особый сценарий, это разные ситуации. Первый год это было похоже на мальчишник из Вегаса, это после корпоратива просыпаются люди, ничего не помнят. Второй год был такой необычный в плане того, что молодой человек, который зачаровался в жизни перед Новым годом, и появился, будем так говорить, ангел-хранитель, который его спасал, и оказалось, что в конечном итоге, что это Дед Мороз. Была новогодняя лотерея, назывался спектакль, когда люди выиграли поездку в коттедж на Новый год. Последняя была четвертая новогодка о всеми сейчас популярные и любимые корпоративные игры, корпоративные квесты, так называемые, но об этом зритель узнал только в конце, что это корпоративная игра, зрители были уверены в течение всего спектакля, что действительно переодетые Дед Мороз и Снегурочка грабят банк. То есть вот такие вот истории, они все касаются нашего города в каком-то ключе. Где-то используются названия, которые предприятия, не знаю, известных людей, которые в городе живут, какие-то проблемы, опять же, высмеиваются, которые у нас есть в городе. Так что мы все четыре года предыдущих рассматривали для себя внутреннюю локацию происходящего, город Рязань. Все-таки открою небольшую завесу, в этом году юбилейная новогодка, она будет о настоящем Деде Морозе. Вот так вот. Да, это локация или место действия будет происходить на Северном полюсе. Мы уверены, что настоящий Дед Мороз все-таки живет на Северном полюсе. Вместе со Снегурочкой, не в Костроме, не в Великом Устьюге, а именно там. Но совсем настоящий Дед Мороз. И о том, какой он, и как мы себе представляем, и что происходит у него в жизни, и в предновогодние дни, вот об этом будет новая пьеса. Расскажите, пожалуйста, когда вот можно будет уже, и будет ли это один день идти, или какие-то числа определенные? Мы не зря называем это новогодкой, потому что так же, как и детская, она идет в праздники, идет каждый день со 2 января по 8, и дальше захватывает, это уже с прошлого года стала традицией, старый Новый год, 11, 12, 13. То есть 10 показов со 2, будем так говорить, по 13, в 7 часов вечера в Театре драмы, милости просим. Билетов, правда, осталось не так много. То есть уже все раскупили почти. Вы знаете, это очень приятно для нас, для театра, и, конечно, для нас, как для авторов, что в этом году, и как и в прошлом, еще названия даже до конца не было, но люди уже готовы были покупать билеты. Потому что это стало такой, ну, наверное, такой фишкой нашего театра, да, и помимо, конечно, конечно, это легкий жанр, конечно, это такая игра, игра в плане того, что несерьезная драматическая работа, к которой привыкли наши актеры, и наши зрители, конечно, мы поэтому и, ну, честно говоря, не называем особо это спектаклями, потому что, конечно, это не сравнить с настоящими спектаклями, замечательной драматургии, которая у нас, да, идет в театре. Но это такая возможность не только зрителям, да, оторваться и получить кофе, но и актерам. То есть это такие, будем так говорить, ну, большой капустник. Для них это тоже возможность проверить себя, не знаю, постебаться друг над другом, поиграть во что-то другое. Ну, и переключиться, наверное, да? И переключиться, да. И вот вы правы переключиться. Еще один секрет раскрою, который может быть интересным. Всем известный, потрясающий актер Александр Зайцев, заслуженный, который необыкновенно последние роли у него, и Король Лир, и, значит, Вишневым, ну, замечательный актер. В этом году, в этой новогодке он обязательно будет принимать участие, но не скажет ни одного слова. Вот так? Да, это тоже сюрприз. Ну, это какая игра должна быть? Ну, потрясающие актеры, они и потрясающе играют, но это будет, мне кажется, интересно. Тоже интересный опыт и для него, и, конечно, для зрителей. Ну, то есть, получается, что вот в этих новогодках принимают участие ведущие актеры. Не просто там вот новогодка и новогодка, а именно это серьезная большая работа. Так получилось, что изначально у нас было очень мало времени, когда мы принимали, первый раз принималось решение о том, что это делается. И, конечно, нужны были те актеры, которые быстро, молниеносно, за короткий очень срок это сделают. Поэтому директор театра, будем так говорить, обратился к ним с просьбой. Не хотели бы вы... То есть, такой проект, который... То есть, не обязаловка. Нельзя заставлять, да, не обязаловка. Не хотели бы... И ребята согласились, и теперь из года в год они сами хотят. И, честно сказать, когда мы даже пишем, да, вот сводим эти новогодки, мы всегда представляем себе тех или иных актеров, которые уже прекрасно знаем. Знаем, что они могут сделать. Или иногда, наоборот, зная их характер лично, да, пишем что-то такое, что, с одной стороны, они, наверное, ну, от них не ожидают, да, каких-то вещей. И поэтому это практически слаженный коллектив. Вот актерский коллектив очень слаженный. И с года в год с какими-то небольшими изменениями играют одни и те же люди. Ну, и получается, что актеры, вот вы говорите, что даже учитываете личные какие-то качества, под них пишете, получается, сценарий, и они открываются по-другому. Ну, нам так хочется надеяться, что это так и происходит. Сценарий пишете вы и еще кто? Сценарий пишу я и Вадим Ермишин. Ну, достаточно известный человек. Он автор и актер команды Кровен-Чернокнижник в свое время был. Сейчас редактор Рязанской лиги. Мы вместе, ну, достаточно долго... Почему вообще это произошло? Потому что и нам почему, наверное, предложили. Мы достаточно долго пишем с КВН-овских времен. Несколько телевизионных проектов федеральных. До сих пор пишем для каких-то команд КВН и из высшей лиги. Поэтому мы постоянно занимаемся авторством. Но такой опыт, конечно, он для нас впервые такие большие... Ну, вы понимаете, да, телевидение предполагает... Ну, в основном то, что мы делали, это скетчи, это то, что там 2-3-4 минуты максимум. Конечно, написать пьесу – это тяжело. И, ну, я говорю, для нас это тоже вызов. И не знаю, насколько получается это судить зрителям. Ну, раз уж билеты раскуплены практически все, то, видимо, получается неплохо. Видимо, получается, да. Но нам это нравится. Это очень здорово, что театр нам дает такую возможность. Потому что, ну, я считаю, что для нас, конечно, это большая честь, что театр дает такую возможность. И что в этих пьесах играют такие потрясающие люди. И что ставят и режиссеры... Второй год у нас ставят Арсений Кудря. Известный актер нашего театра. И человек, у которого еще и режиссерское образование есть. И он с удовольствием это делает. И для нас это честь. Что такие актеры играют, что театр берет эти пьесы. Потому что, ну, может поучиться, может не поучиться. Может срастись, может не срастись. У нас... Мы пишем где-то в течение года. Где-то, возвращаясь... Честно сказать, из 5 есть пьес полностью... Я все-таки буду называть это пьесой. Так будет проще, да? 5 полностью написанных пьес. Но каждый раз еще 3-4 идеи, которые мы начинаем, но они как-то не выстраиваются до конца. То есть, идеи где-то 25-30. И прийти... Очень тяжело прийти к одной идее. И поэтому я говорю, такое доверие, с одной стороны, театра и зрителей, что... И даже доверие зрителей, которые готовы покупать, не зная, что будет, это очень приятно. Вот как раз по поводу идей я и хотела спросить. И как раз вы у меня прям с языка сняли вопрос по поводу того, сколько вы работаете над пьесами. И получается, что вы вот смотрите, по большому счету, то, что происходит в жизни, в нашем городе, и все это перекладываете именно на такой творческий язык. Все, что происходит и в нашем городе, и в стране, и в мире, конечно, мы иногда касаемся... Ну, я говорю, это КВНовское прошлое, да. Никуда не деться. Никуда не деться, да. И у Вадима это настоящее КВНовское, он редактор Лиги. Постоянно какие-то темы есть и постоянно возникают, над которыми бы хотелось посмеяться, хотелось бы обратить внимание. Это же не только посмеяться, да. Обратить внимание... И к нам ходят на спектакли не только обычные жители, не только люди, которые там работают врачами, инженерами и все, ну, и ходят и чиновники, и все. И может быть, некоторое, и их внимание обратить на какие-то проблемы или какие-то ситуации. Конечно, идея сама приходит не сразу. Вот в этом году, например, та идея, которая уже легла в основу пьесы, это была четвертая идея. До этого три разрабатывали, и они тоже были, я считаю, неплохими, но не выстраивалось. Где-то не получалось выйти на финал, где-то не получалось найти ту середину, тот движок какой-то есть. Последняя идея пришла абсолютно случайно. Мы несколько дней, буквально выходные, засели писать, и к концу выходных мы понимаем, что все, ну, не идет. И вдруг она родилась, и она уже писалась намного легче, потому что, ну, как-то вот такая. Вот во время творческого процесса какие-то споры бывают у вас? Вот не согласны вы там с Вадимом, или он с вами как-то вот? Постоянно. Мы в этом весь кайф. Мы абсолютно разные люди. Мы люди разного возраста, мы люди разных, у нас разные жизненные позиции, сферы деятельности. Разные сферы деятельности, в общем-то, да. И вот в этом есть кайф, потому что он по одному смотрит, я по другому. И мне проще увидеть идею, да, ему проще вот конкретно наполнить ее внутри. Споры постоят. Но мы настолько, наверное, уже за много лет чувствуем друг друга, и настолько нам нравятся эти споры. Это творческий поиск. Вот именно в споре рождается истина, это про нас. Вот это про то, как мы делаем это. Если бы мы не спорили, это, наверное, у нас ничего не получилось. Наверное, ничего не получилось. Хотя, что-то он делает, какие-то вещи, да, творческие он делает, тоже самостоятельно. Я делаю самостоятельно. Но вот этот именно продукт, он очень помогает. И мне говорят, что еще, очень помогает, я вот еще раз хочу сказать, что в конечном итоге зрители видят не пьесу, они видят спектакль. И, конечно, ребята очень помогают, очень помогают актеры. Конечно, они что-то там доделают, додумывают. Очень помогает, конечно, режиссер. И ребята, которые занимаются звуком, которые занимаются светом. То есть вот это... Сложенная работа, да? Это неприятный театральный продукт, потому что все, каждый в нем принимает участие. И при этом все-таки, ну, мне кажется, в этом продукте для всех есть свобода. Вот чуть больше свобода, чем когда делается серьезная постановка. Здесь каждый может поиграться. И у нас, как у авторов, никогда нет каких-то претензий, когда что-то там меняется, где-то находится, что-то другое находится. Еще замечательные наши актеры постоянно. И Володя Приз, и Юрий Борисов, и Саша Зайцев. Каждый раз, когда репетируются, они что-то находят свое. Постоянные какие-то гэги. Ребята молодые-то вообще постоянно. Что Андрей Блажилин, да, Сергей Ньютьев. Постоянно что-то добавляется. И получается такой вот замечательный праздничный продукт. Ну, я его называю такой праздничный фейерверк, потому что он по сути такой. Он, да, стрелял, красиво, все в удовольствие, может быть, там чуть-чуть обсудили, и все. Может быть, он не остается. Что-то остается где-то, что-то запоминается. Но он направлен на то, что сделать людям праздник. Мы самое главное с вами не сказали название. Название в этом году новогодняя пурга. Каждый год зритель прибавляется и прибавляется. И это приятно. Значит, люди чувствуют нашу работу, и мы их удивляем, мы их не разочаровываем, мы даем что-то новое, и мне кажется, это здорово. Вот так вот мы практически подвели итог на такой позитивной ноте, заканчиваем наше интервью. Спасибо вам большое. Спасибо, с наступающим Новым годом вас. И вас тоже. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова